Нет, не подумайте, что я плохо отношусь к навозным мухам. Пилюли от бабули. Сделает бархатистой, гладкатистой. Ведь он же расист! Всем привет! С вами Машка Кудряшка и Купить или Забить. Где я вам расскажу бьюти-новости в мире косметики, поделюсь тем, что собираюсь купить, а на что забить и почему. И, конечно, буду ждать в комментариях ваши хотелки и не хотелки. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал, извините в колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новинок косметики, новостей и скандалов бьюти-мира. С предыдущего выпуска этой рубрики прошло, страшно сказать, три недели. И накопилась куча новинок всего на свете. Но я, как палетка-маньяк, начну с теней. Если вас интересуют исключительно продукты для лица, заглядывайте в тайм-коды. И первая теневая рубрика – коллаборации. Luminous Cosmetics заколлаборировали с Королем Львом и создали одноименную коллекцию, в которую, во-первых, вошла, конечно же, палетка теней под названием Can't Wait to Be Queen. Но кроме нее еще много всего. Палетка Sculptor Kingdom. Да, стоят палетки обе по 42 доллара. Также в коллекцию вошли пара матовых помад, пара жидких помад и бальзам для губ. И каждая штучка стоит 24 доллара. И еще хайлайтер Circle of Life стоимостью 40 баксов. Из всего этого по сводчам мне понравилась палетка. И я купила. Сделать это можно либо на сайте Ulta, она же Alta, если вы живете в Америке, либо на официальном сайте бренда. Be Perfect Cosmetics. Скоро порадуют любителей ярких теней новой палеткой в коллаборации со Stacy Marie Moi. Это будет уже вторая палетка с ней. Как выглядит новинка, бренд пока скрывает, создавая интригу с вочами всего лишь нескольких оттенков из нее. Дату выхода и стоимость тоже пока держат в секрете. Вот их первая палетка-коллаборация стоимостью 40 долларов. И по обзорам она очень даже достойна. А новинки по сводчам. Если убрать красный и рыжий, то по этим сводчам я бы купила. Но, пожалуй, дождусь хотя бы фотки самой палетки. BH Cosmetics выпустили коллаборацию с Marvin Magnificent. Не спрашивайте, кто это, мне самой интересно. В которую вошли, во-первых, конечно же, палетка теней, которая так и называется Marvin и стоит 17,5 долларов всего лишь. Ну, как обычно у BH. Она состоит из 10 теплых оттенков теней и 5 хайлайтеров. И что внутренностями, что наружностями напоминает мне первую палетку It's My Rye Rye. И глядя на фотку этой новой марвиновской палетки, впечатление, что просто сократили вот эту вот. Также в коллаборацию с Marvin вошел набор аж из 10 кистей за 26 долларов. Конечно, из синтетического ворса. И даже этот набор очень мне напоминает коллаборацию с It's My Rye Rye. Потому что там кисти были, что по форме, что по функционалу, что по внешнему виду. Очень похоже. На все это я забью, с меня хватит одной этой палетки. Нет, у нее хорошее качество, но зачем мне куча одинаковых. Также у BH Cosmetics вышла еще одна коллаборация с Tina Young, в которую вошла очень универсальная палетка для всего на свете, стоимостью 24 доллара. Палетка состоит из 12 теней, двух хайлайтеров и четырех румян. Одни из румян могут использоваться как бронзер, заявляет бренд. Не знаю, достоверно ли сводча, но обычно палетки именно в коллаборациях у BH Cosmetics действительно хорошего, достойного качества. И особенно мне в них нравится качество хайлайтеров, которые не уступают дорогим брендам. Я до сих пор люблю Carly Bible, просто не хочу ее искать. До сих пор пользуюсь хайлайтерами из нее. И мне они очень-очень нравятся. И мне, в принципе, вот эти вот яркие оттенки, опять вот рыжий и красный, мне нравятся. В палетке, точнее, они мне не нужны, у меня все это есть. Поэтому ради теней я ее покупать не хочу. Но учитывая, что у BH Cosmetics тысячу лет не было ничего вот этого для лица, именно для светлой кожи, все обычно для темной, включая вот эту вот палетку, и мне, например, для лица здесь мало что подходит. Только из-за продуктов для лица я бы купила эту палетку BH Cosmetics. Но, как показывает практика, из подобных палеток для всего на свете, я обычно использую один, максимум два продукта. Смысл тогда мне ее покупать. Ну, а вообще, из этой коллаборации мне понравилась больше всего Тина. Молоденькая, свеженькая красотка. И, глядя на ее личико, конечно же, хочется приобрести эту палетку, чтобы выглядеть так же свежо, как она. Стилази, надеюсь, правильно произношу название бренда. Ну, в общем-то, как Стила. И еще ЗЗИ. Совместно с Джордан Либерти выпустили в коллаборации палетку Darkroom. Поскольку у меня аллергия на рыжие палетки, ну, вы поняли. Глядя на фотку этой палетки, даже на вот эти вот свотчи, я ее не захотела из-за рыжих. Затем она появилась на сайте бренда, где свотчи уже не такие позитивные. Единственное, мне в ней понравился синий дуахром. После этого я увидела те же самые свотчи с сайта в инстаграме самого Джордана. Только почему-то они совершенно другого цвета. И видно, что они жестко от цвета корректированы. Точнее, очень жестко прибавлена яркость. Благодаря чему все такое сочное. Прям какой-то... Видно даже, что на реальности это не будет похоже. Обзоров на нее пока нет. Так что, если вдруг захотите ее, имейте в виду, что здесь что-то нечисто. Стоимость 39 долларов можно будет купить на официальном сайте бренда 25 июня. Семейство Кардан Шьян, как никто другой, любит коллаборировать само с собой. 16 июня новая коллаба сестер Кайли и Хлои вышла на сайте Кайли Косметикс. В коллекцию вошли палетка Коко или Коко за 42 доллара. Похоже, до хрена на что, в том числе и на предыдущей палетке самой Кайли. True Mama, кайлайтер, хайлайтер, 20 долларов он стоит. Пара новых помад, по традиции по 17 долларов каждая. И карандаш для губ за 12. Я ничего не хочу и вообще на косметику Кайли меня что-то не тянет. Рубрика Кикимора Болотная, куда попадают всякие палетки, содержащие зеленые. 1 июня у бренда Love Luxe Beauty вышла зелено-голубая палетка Something Fun из 9 оттенков стоимостью 35 долларов. На свотчах оттенки мне очень понравились и даже поначалу, когда их увидела, хотела начать разрабатывать план по захвату этой палетки. И кстати, по свотчам она очень похожа на океаническую палетку из Бьюти, из предыдущего купить-забить. Но затем я увидела обзор на YouTube и свотчи там даже по оттенкам совсем другие. И это свотчи пальцем. С матовыми, по-моему, там совсем беда. Так что забью, как и на вторую их палетку, которая вышла в тот же день. И называется Something Gorgeous. Она стоит уже почему-то 40 долларов и по свотчам на сайте очень похожа на неоновую розовую худу. Но в YouTube снова другая картинка. И это не весь трындец. Обе палетки лимитки, они продаются по предзаказу. То есть, если вы сейчас их купите и оплатите, то отгрузка, как написано на сайте, случится спустя 3-6 недель. То есть, получите вы эту свою палетку, дай бог, через пару месяцев. Бренд не сильно известный, свотчи получаются недостоверные, качество непонятное. Стоимость недешевая. Так еще и какой-то предзаказ, вот нафиг оно надо. Мне точно не надо. Blush Tribe изобрел супер зеленуху The Laila 2. Точнее, желтый зеленуху. И настолько мало в ней отличаются эти зеленые и желтые друг от друга, что несмотря на то, что я в последнее время прибилась по зеленым, меня она как-то не возбуждает. Слишком много похожих, и мне лично не хватает темно-зеленого для затемнения складки. Стоимость этой лягухи 24 фунта, и купить ее можно хоть сейчас, но имейте в виду, что это предзаказ. А отгрузка случится не раньше 31 июля, как у них написано. Если вдруг соберетесь покупать и не заметите этой надписи, потом не удивляйтесь. Я собираюсь забить, но не только за цветовую гамму, а потому что обзоры на предыдущие палетки этого бренда мне как-то не особо понравились. Судя по этим обзорам, качество мне лично там не подойдет. Одна из двух палеток из серии кусочек пиццы Glamlite, которая параллельно попадает в рубрику «Вседа!» А именно вегетарианская. Как и положено, веганская пицца практически вся зеленая, и попала сюда же. Подборка оттенков мне выглядит симпатично, но сводчей обзоров пока нет, поэтому не знаю, покупать или нет. Стоимость этой вкусняхи 22 доллара, вместе с ней вышел еще один кусочек пиццы, а именно мясной. И я хоть мясо и люблю, но вот от нее точно воздержусь. Milani Cosmetics выпустили две палетки теней, одна из которых попала в эту рубрику по непонятным причинам, на первый взгляд. Вот этими сводчами она и ее сестра влюбили меня в себя с первого взгляда. Даже несмотря на то, что сестра красная. Затем я поискала обзоры, и болотные сводчи в них немного другие. Глядя на них, я понимаю, что макияжи ею могут быть грязными. А вот ее красная сестра мне очень даже понравилась, особенно глиттеры в ней. Но у меня уже подобных цветов девать некуда, в том числе и этих самых глиттеров. Так что, пожалуй, забью. Что меня удивило, так это то, что с такой пигментацией палетки стоят всего лишь по 20 долларов. Жители Америки уже их могут приобрести либо на ульте, либо на официальном сайте. У нас они пока не появились, но если появятся, боюсь, что стоимость будет в два раза дороже, как это принято у нас обычно на сайте Милани. Рубрика «Все подрядские палетки». Многие спрашивали об этом бренде, так что начну с него. Джеффри Стар выпустил в своей летней коллекции аж две палетки сразу. Самую большую свою палетку «Джабрейкер», состоящую из 24 оттенков за 58 долларов. И самую маленькую свою палетку, первую «Мини Брейкер» из 9 оттенков за 28 долларов. Как и на прошлогоднюю летнюю палетку, на эти две мой глаз не падает. Потому что большая, откровенно рыжекрасная, с вкраплениями цветных пятен в ней. В ней пара синих, пара голубых и зеленый. Похожие голубые у меня есть в палетке «Блю Блат», а также похожие синие. И даже несмотря на сторис, в которых Джеффри показывал, чем ярко синие с «Блю Блат» отличается от синего из новинки, он меня не убедил купить «Джабрейкер». И разницы в них я особо не увидела. Как синие попали в рыжую палетку у Джеффри, я понять вообще не могу. Сегодня будет много сказано о сочетании рыжий с синим, потому что все повально начали выпускать палетки с таким сочетанием. Но что оно забыло именно у Джеффри, у которого всегда не только с качеством теней, но и с сочетанием оттенков все было прекрасно, я вообще понять не могу. Маленькая палетка тоже удивила не в лучшую сторону. Во-первых, потому что в ней два практически идентичных однояйцевых сиреневых близнеца, которые есть у меня уже вот в этой палетке «Блат Шуга». Да и все остальные ее оттенки либо у меня уже есть в других палетках, либо рыжие мне нафиг не нужны. Тоже везде уже есть. В этот раз Джеффри меня разочаровал. Надеюсь, его фантазия иссякла не навсегда, потому что будет очень обидно, если качество таких теней будет выпускаться вот в таких непонятных цветовых сочетаниях. Но хочу сказать, все палетки, особенно такие яркие, вкусовщина. И то, что не нравится мне, не говорит о том, что оно не нравится никому. Яркая летняя палетка, почему бы ее не купить, если нет таких оттенков? Касательно всей остальной его летней коллекции, тоже не вставила. Мне не нравятся стойкие помады Джеффри Стар, они мне сушат губы, съеживают их очень сильно. И они какие-то нестойкие по сравнению со всеми остальными стойкими помадами, которые у меня есть. А вот это вот только часть помад. Ну, тут, конечно, что-то левое попало, включая блески для губ, но стойкие помады у меня еще в другом ящичке. Ну, как бы, чтобы вы понимали, у меня немало стойких помад. Вы заметили здесь Lime Crime? Да, я его не выкинула. В его пуле, который я не пробовала, ничего особенного тоже не увидела, как и в блесках, которые он презентовал ранее. Особенно меня ужасают просто эти прозрачные голубые и зеленоватые оттенки. Они на губах смотрятся как-то не очень эстетично. И эффект прозрачного и голубого налета меня как-то не возбуждает. Зеленый хайлайтер цвета навозной мухи меня тоже не возбуждает. Нет, не подумайте, что я плохо отношусь к навозным мухам. На глазах тени подобных оттенков мне очень даже нравятся. Но не на лице. А хайлайтеры, даже дуахромные хайлайтеры Джеффри на глазах я уже попробовала и больше не хочу. После вот этой вот палетки я ее изначально покупала для использования на глазах, потому что видела, что там потрясающий дуахром и вроде как по обзорам, особенно самого Джеффри, офигительная пигментация у хайлайтеров, но ничего особенного я не увидела ни на своем лице, ни уж тем более на глазах, на которые они с трудом передаются. Так что всеобщих восторгов по поводу хайлайтеров Джеффри не разделяю, хотя его однушки не пробовала, возможно там совсем другое качество и пигментация, не буду ничего говорить. Кстати, надо снять на нее обзор, мне вечно как что-то не очень нравится, я очень долго на это снимаю обзоры. Так что мне хватило северного сияния, заморозку мозга от Джеффри я не хочу. Заморозка мозга это новая палетка хайлайтеров. Стоимость хайлайтеров однушек 32 доллара, а новой палетки 40. Из всей коллекции меня заинтересовали только кофты. Да и вообще не понимаю какого фига, он значит кричал про свои консилеры, выпустил их, и ни одного рестока консилеров не было, как в первый день запуска. Раскупили все цвета, которые, блин, ходовы, так до сих пор их и нет, и я уже два месяца пытаюсь, блин, жду, когда же уже появится C7 оттенок. А он все не появляется, потому что ничего не появляется. В общем, если что-то понравилось, купить все это можно 21 июня на сайте Beautylish, но хочу вас еще раз предупредить. Во-первых, подписывайтесь на оповещение от Beautylish, чтобы быть в курсе, в какое время выйдет в продажу все это. Во-вторых, сидите и бдите, сразу кидайте в корзину, если будет виснуть сайт, ничего страшного, обновляйте, 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 заранее заполните все свои данные в личном кабинете, чтобы успеть кинуть в корзину, что вам надо, и оплатить. Потому что у Джеффри всегда все новенькое, разбирают за минуту. Да, старенькое, спустя полгода, год с момента выпуска, иногда там месяца три, может висеть даже несколько дней, несколько недель в продаже, но если это что-то новое, то это сметают просто за секунды. Напоминаю, что для россиян других альтернатив в данный момент, кроме Beautylish, нет. Если же вы живете в другой стране, то не буду ничего говорить, потому что ни в чем не уверена. Melt, который я недавно попробовала и влюбилась, выпустил новую импульсивную палетку с целой кучей цветовых гамм и 18 оттенками за 65 долларов. И сначала, по сводчим в инсте, я в нее влюбилась. И прям ждала выхода и серьезно собиралась купить. Но затем увидела обзоры на YouTube, где пигментация оказалась не настолько потрясающей и забила. Но если что, ее можно купить на официальном сайте Melt и американской Sephora. Новинка Morphe 25L Life in Color Artistry. Стоит всего лишь 20 долларов и в данный момент на официальном сайте ее раскупили. Но если очень хочется и вы из России, вы сможете ее купить только на посредника. И я думаю, что рестоки должны быть. Мне она, честно говоря, без надобности, потому что она, опять же, наполовину рыжая-красная. Поэтому половина оттенка в ней не интересует и смысла не вижу покупать. В этой же коллекции Pride Life in Color Morphe выпустил набор кистей Life in Color из 7 штук за 28 долларов. Кисти Morphe у меня есть. У меня есть набор из козячьих кистей. Они мне очень нравятся. У меня постоянно все спрашивают, а что это за кисть? А что это за кисть? А они без номеров и набор этот уже не продается. Почему-то, непонятно почему, на сайте я не нашла информацию, это коза или нет, но вообще похоже очень. И эта коллекция была выпущена в помощь ЛГБТ-сообществу. И, как написано на сайте, 100% чистой выручки пойдут на финансирование услуг по предотвращению самоубийств и кризисному вмешательству для ЛГБТ-сообщества. Сэмпл Beauty. Сперли дизайн одновременно у Violet Was и Ace Beauty. И такое впечатление, что и полностью палетки Ace Beauty. Classic Paradise и Slice of Paradise, дополнив последнюю большим выбором красных. Короче, сэмпл Beauty выпустили 4 разноцветных палетки, которые я смогла определить только в эту рубрику, все подряд. Стоимость каждой 20 долларов меня не привлекла ни одна. И что-то подсказывает, что не только дизайн, но и качество теней будет как у Ace Beauty. Рубрика «Никогда такого не было» и вот опять. «Никогда такого не было» и вот опять. Рыжая палетка от Morphe. 35 Х, ой, 35 Х, хотя нет, все-таки Х, где целых 15 оттенков в бирюзовой гамме, чтобы отвлечь, видимо, внимание от остальных рыжих 20. Как такое сочетание можно было, блин, придумать? Стоимость 24 доллара я однозначно забью. Примерно так же обмануть покупателей решил Violet Vos с палеткой Best Life, в которой из 21 оттенка 9 всего лишь не рыжие, снова в морской гамме и остальные 12 рыжие. В палетке 14 теней и 7 глиттеров. Сочетание по-прежнему, по мне, очень странное. Стоимость 49 долларов я однозначно забью. Но это не все новинки бренда, давайте я здесь же скажу и о других. Понтик Violet Vos с палеткой Донат за 18 долларов. Чтобы принять решение, хотелось бы увидеть обзоры, которых пока нет. Хотя сама палетка есть уже и в американской Сифоре, и на официальном сайте. Рубрика «Новый бренд». Makeup Obsessions родился, правда, не вчера, а позавчера. Ну а если серьезно, для американцев он родился на сайте Target, поэтому они считают, что это новый бренд. У нас о нем тоже не говорят, поэтому можно сказать, для нас он тоже новый. Если вы живете не в Америке, то купить его можно на британском сайте Revolution Beauty. У бренда есть продукты для полного макияжа лица, и его отличительная особенность, как я поняла, достаточно хорошее качество по смешной цене. Как вы знаете, меня в основном палетки интересуют, и стоимость палеток здесь от 2,5 до 10 фунтов. Ну не смешно ли? Особенно если качество действительно такое крутое. А судя по обзорам, пигментация в некоторых, по крайней мере, палетках – огнище. Выбор палеток немаленький, но все они либо красные, либо рыжие, поэтому я бы хотела попробовать. Be crazy и love every shade. В голове, честно говоря, не укладывается, как за 5-6 фунтов может быть такое крутое качество, поэтому мне интересно проверить, так ли это на самом деле. И если вам интересно, я это, конечно же, сделаю, так что обязательно пишите в комментариях, нужно ли их купить, попробовать или нет. И будете ли вы смотреть на них обзоры? Если нет, то нафиг я их буду покупать. В связи с тем, что я потратила очень много времени на подготовку этого видео, выяснять, есть ли там бесплатная доставка от какой-то суммы, я не стала. Но выяснила, что даже платная доставка в Россию недорогая, всего лишь 3 фунта. Такое еще поискать. Сегодня в номинации «Самая блеклая палетка» победителем становится палетка бренда Dominique Cosmetics, вышедшая в летней коллекции бренда. Из всего, что я подготовила для этого видео, она для меня самая блеклая. Для меня и моей внешности. Если посмотреть свочи на темной кожи, она очень даже яркая и не бледная. Но светлую внешность, вот эти зеленый и голубой, просто убьют. К тому же, часть палетки теплой, у меня подобная уже есть. Стоимость 44 доллара, и кому она подходит или нравится, купить можно либо в американской сифоре, либо на сайте бренда. В коллекцию также вошел набор из пяти кистей за 45 долларов. Ну и сейчас перейдем к лицу. Рубрика «Румяные щечки». Милани, тени, которого мы уже сегодня обсуждали, выпустил палетку хайлайтеров. «Мини Селестиал». Она состоит из трех потрясающих, судя по свочам, хайлайтеров. Вышла в начале июня, стоит 20 долларов. Но у нас пока не появилась. У нее она по свочам очень нравится. Только вот я не люблю кремовые хайлайтеры, хайлайтеры с блестками. А она, судя по свочам, вроде как содержит блестки. А судя по видеобренда, хайлайтеры все-таки кремовые. Обзоров же пока не нашла, поэтому не знаю, купить или забить, потому что если кремовые или с блестками, то я ими пользоваться в качестве хайлайтеров вряд ли буду. У Бека вышла новая коллекция блестелок для лица и не только. Шампань Поп, в которую вошли прессованный хайлайтер за 39 долларов, рассыпчатый хайлайтер за 42, блеск для губ в оттенке шампань-крем за 22 доллара, капли хайлайтер, где 11 миллилитров за 32 доллара, хайлайтер для тела в стике, содержащий 42 грамма за 48 долларов. Отличная коллекция для загорелой кожи. Меня она не очень вставила, потому что я вряд ли загорю, но если бы я была младкой шоколадкой, то думала бы, скорее всего, по-другому. Если вы живете в Америке, то купить можете либо на официальном сайте Бека, либо в американской Сифоре. Еще Бека выпустила палетку для лица Автоглоу, содержащую как новые оттенки, так и бестселлеры бренда среди румян, хайлайтеров и бронзера. Стоит 44 доллара, купить уже можно в американском Nord Storm. У Марк Джейкобс вышла коллекция Коконат, в которую вошли гелевые хайлайтеры в трех оттенках стоимостью 44-45 долларов в зависимости от оттенков и новый бронзер. Хайлайтер уже видела на сайте американской Сифоры, поэтому стоимость знаю, остальное не видела, поэтому стоимость сказать не могу. Забам, тоже выпустили новинки для лица. Двушки, хайлайтер плюс румяна и бронзер плюс хайлайтер. Купить уже можно на официальном сайте, правда, не россиянам. Даже на посредник у нас с вами купить не получится. Я как-то пробовала, купила, оплатила, заказ оформился, на следующий день его отменили, вернули деньги. И покупала я на посредника, а не напрямую в Россию, естественно. И это печально. Я люблю румяна The Balm, потому что цена-качество у них отличная. Я свои Instain уже заюзала почти до дырки. Стоимость каждой двушки 26 долларов. Я считаю, что это отличная цена, потому что каждый продукт содержит 5 грамм. И из трех мне бы хотелось купить Game Day. Dominique Cosmetics в своей летней коллекции выпустили также палетку хайлайтеров из четырех оттенков. На мой взгляд, очень симпатичных и универсальных. Стоимость палетки 36 долларов я бы, возможно, хотела купить, если бы не мой опыт с палеткой The New Nude Huda, где один оттенок теней кремовый, и он очень быстро загаживается всеми остальными прессованными. А здесь палетка хайлайтеров, где рефилы больше. И один из них кремовый. И для меня кремовый оттенок, ничем не отгороженный от прессованных, не лучшая идея в палетке даже теней. И уж тем более хайлайтеров. Kaoir выпустили палетку в такой же странной упаковке, как несколько месяцев назад в тене. И я даже на оттенки не могу смотреть, потому что кроме как вот эта форма палетки, мне ничего больше в глаза не бросается. Свочи пока нет, да и мне, честно говоря, не нужно, потому что я вообще не представляю, как такой бандура пользоваться. К этой замечательной упаковке прилагается кисть, которая почему-то похожа на кисть для теней. И зеркало. Стоимость всего этого счастья 49 долларов. Купить можно на официальном сайте. Physicians Formula в коллекции Rose All Day выпустила 4 хайлайтера, очень симпатичных как по сводчам, так и по цене. 16 долларов за каждый. Кроме них в коллекцию вошли крем для глаз с антиоксидантами за 17 долларов, умывалка за 13.49 и увлажнялка с SPF 30 за 17 баксов. И я так понимаю, что вариантов купить, кроме как дождаться появления у нас, нет. L'Oreal тоже подготовила для нас летнюю коллекцию сиялок по доступной цене, по крайней мере в Америке. Бронзер в 4 оттенках за 15 долларов каждый. Шиммерная румяна в 2 оттенках по 10 долларов. Супер блестящий блеск для губ в 4 оттенках по 10 долларов. И жидкий иллюминайзер для лица и тела в 2 оттенках по 15 долларов. Дату выхода пока не сказали, но и тут, боюсь, придется ждать прихода в Россию. Benefit в летней коллекции сделали палетку для лица, губ и глаз. Like a Flock Star. С хайлайтером румяными и бронзером для лица. Четырьмя оттенками теней для глаз в красной гамме и четырьмя помадами для губ. И спасибо им за то, что придумали отгораживалку кремовых продуктов. Вот бы все так делали. Стоимости дату выхода пока не сказали, но я забью. Как показывает моя практика, я и из таких палеток пользуюсь одним максимум двумя продуктами. Colourpop идет в ногу со всеми и выпустил новый для них продукт. Румяные хайлайтеры в стиках. Как говорит бренд, продукты супер легкие в носке и простые в использовании. Пока что они выпустили 18 стиков румян и 8 стиков хайлайтеров, стоимостью 8 долларов каждый. И 5 наборов румяна плюс хайлайтер, 22 доллара каждый. Я, как вы уже догадались, забью, потому что не люблю подобные продукты в кремовой форме. Да мне и в супершоковой-то форме, которая не совсем кремовая у Colourpop, не особо понравились хайлайтеры. Или, правильнее будет сказать, мне они не подошли. Ну и здесь же, пожалуй, скажу, что у Colourpop на их сайте началась глиттер пати. И у них появилось 7 новых рассыпчатых глиттера по 7 баксов, 4 прессованных по 5 и 3 новых гелевых глиттера для тела по 12. Так что, если вы любите все блестящее, имейте в виду. Из всего этого я пробовала глиттер для тела и прессованные глиттеры и порекомендовать вам могу глиттер для тела. Если интересны подробности, почему и от чего, я оставлю ссылку в описании на обзор этих продуктов. И да, конечно же, глиттер для тела – продукт очень на любителя. Рубрика «Спрячь мешок, замажь синяк». И, конечно же, первая, самая горячая новость в этой рубрике – Pet Magrat выпустит целую линейку для лица. Во-первых, тон в 36 оттенков по 68 долларов за 35 миллилитров. Обещает тетя Петя нам сатиновый финиш, натуральный эффект и среднее покрытие. Также рассыпчатую пудру в 5 оттенках по 55 долларов, которая заблюрит нашу кожу и придаст ей сияние. Праймер за 60 баксов, который насытит нашу кожу гиалуронкой. И супер-гипер ее увлажнит, сделает бархатистой, гладкатистой и все такое прочее. И, конечно же, две кисти для лица. Для тона за 55 долларов и для пудры за 58. Меня заинтересовался всего этого тон, который все-таки со средним покрытием, а не как большинство тонов сейчас, которые выпускают, с полным. Но стоимость не маленькая, обзоров пока нет, и мне очень хочется перед покупкой дождаться все-таки обзоров, потому что выкидывать эти деньги на ветер вообще никак не охота. И подстава в том, что выйдет все это аж 26 июля. То есть, пока оно выйдет, пока его закажешь, пока оно приедет через посредника, и лет может подойти к концу. Urban Decay скоро порадует своих фанатов тоном Stay Naked, где выбор аж из 50 оттенков. Стоимость 39 долларов, информации пока, считай, никакой нет, поэтому я пока что забью. Benefit снова 25 июня, начнет старт продаж. Тона в Hello Happy, аж двух видов. Velvet Powder в 12 оттенках, очень легкий, как говорит Benefit. И к тому же стойкий, до 12 часов его стойкость. И Flawless Brightening со средним покрытием, SPF 15, опять же, стойкостью до 12 часов. Инфу про стоимость пока не нашла, но то, что это тоны со средним покрытием, меня, опять же, очень привлекает, и я бы хотела купить. Jewel's Place выпустили тоны и пудры. Я уже говорила о том, что они собираются это сделать в каком-то из выпусков, но сейчас повторюсь, потому что они, наконец, вышли. И я увидела обзоры. Выбор у нас с вами 42 оттенков, стоимость 20 баксов за 30 миллилитров. И, по-моему, это просто офигенная цена, но я уже не верю, что качество там будет отличным за такую цену. И после обзора Джеффри Старра я не хочу и не буду покупать этот тон, но не потому, что он какой-то плохой. Нет, Джеффри его очень хвалил, но я увидела, и он об этом сказал, что там супер-супер кроющий тон. Мне такое не нужно, я такое не люблю, и, блин, мне даже не супер кроющие тоны надоели. Я хочу что-то очень легкое. Кстати, вы знаете, что после того, как он снял это видео, начался очередной скандал, но не таких крупных размеров, как у Джеклин Хилл, например. Поэтому в данный момент я не хочу снимать об этом отдельное видео, но тут в двух словах скажу, если вы вдруг не знаете. Короче, Джеффри пошел в магазин и сам купил себе тонны Джувиас, потому что они ему пиар-рассылку не шлют. Снял обзор, все там показал. После чего Джувиас Плейс написали в Инстаграм и Твиттере ему спасибо. После чего покупатели Джувиас начали везде возмущаться, какого хрена они, значит, поддерживают Джеффри Старр и все такое. Ведь он же расист. На что Джувиас написали этим людям, а в чем, собственно, дело? Мы просто сказали спасибо человеку за честный обзор, мы ему даже ничего не отправляли. Я почитала комментарии, и там люди делятся на несколько лагерей, которые обвиняют в том, что каким-то образом поддерживают Джувиас Плейс этого расиста. А второй лагерь это те, кто говорят, чуваки, вы сейчас сами себя ведете как расисты. Че он такого сделал? Он снял обзор, ему сказали спасибо, ничего такого в этом нет. Короче, если не знали, теперь вы в курсе. Мэйбелин скоро порадует нас суперстойким консилером для зоны под глазами. Суперстей он называется, и как обещает Мэйбелин, он якобы неощутимый, невесомый, но вместе с тем суперкроющий даже суперчерные и синие синяки. Что меня порадовало, так это упаковка, которая не выглядит как предыдущая с этим спонжем. Меня не очень устраивал этот губковый наконечник, и мне очень интересно попробовать, так что жду новостей. И завершу сегодняшний купить-забить я рубрикой «Пилюли от бабули». Вы же уже догадались, о ком речь? И хотя это не косметика, но поскольку пилюлю выпускает бьюти-блохер, я не могу не сказать об этой новости. Татя, которая в предыдущем месяце бурно истерила по поводу того, что Джеймс Чарльз отрекламировал не ее витаминки, в этом месяце сообщила о своих новых витаминках. Для чего бы вы думали на этот раз? Помните, как Татя рассказывала, какая она умная и мудрая, и демонстрировала своим поведением и своими речами эти замечательные качества? Так вот, и витаминки ее новые для тела и мозга, а дословно усилитель тела и мозга. Если бы я даже была когда-то поклонницей Тати, то после того, что она устроила, у нее витаминки для мозга я бы покупать не стала. Да, и вы слышали вообще о витаминках для мозга? Я, например, нет. О таблетках всяких разных слышала, о витаминках нет. Даже самый безобидный глицин не относится к витаминкам. И мне, честно говоря, очень любопытно увидеть состав этой херни. Да, видео о своих чудо-пилюлях она, конечно же, тоже уже сняла. Если вы не видели, можете посмотреть, но переводить этот бред мне не хочется. Ничего там интересного нет. Вот такие у нас с вами бьюти-новости на этот раз, и такие у меня хочухи и нехочухи. Очень буду ждать в комментариях ваших мнений, что вы хотите и не хотите купить, и почему. И, возможно, вам интересно увидеть обзоры от меня на что-то, о чем я рассказала, или даже не рассказала, обязательно об этом тоже. Пишите, я всегда к вам прислушиваюсь. Я даже не знаю, на что мне больше интересно снимать обзоры, на то, что интересно вам, или на то, что нравится мне. Но, как правило, я заметила, что наши с вами пожелания обычно совпадают. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Желаю всем солнышка, отличного настроения, классной качественной косметики и хочубельных новинок. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok